В администрации Каспийска под руководством главы города Бориса Гонцова состоялось совещание по вопросам СНТ. На заседании были подняты следующие темы. Представление председателями садоводческих некоммерческих товарищей, первичной документации на земельные участки, выделенные садоводческим обществом для установления границ СНТ. Включение земель СНТ расположено в Карбелахкенском районе, в границе муниципалитета и многое другое. Открыл заседание приветственной речью Борис Гонцов. Спектр вопросов будет такой. Вы услышите, какие вопросы будут возникать в процессе выступления докладчиков, я прошу сформулировать и потом с выходом на трибуну постараться изложить и понять позицию администрации, позицию ресурсоснабжающих организаций, позицию налоговых органов. И вы, как руководители, должны это все осмыслить и выработать для себя правильный вектор движения. По первому вопросу установление границ СНТ выступил начальник управления имущественных отношений города Айвара Ливердиев. Он сообщил, что всем председателям СНТ необходимо в пятидневный срок предоставить оригинал первично про восстанавливающие документации на земельные участки под организацию садоводческих товарищей на территории Каспийска. Это постановление о предоставлении земельных участков, проекты планировки территории СНТ, протокольно заверенные списки членов СНТ, акты установления границ земельных участков на момент создания общества и кадастровые паспорта, которые имелись во всех дачных обществах. В случае непредоставления запрашиваемой информации управлением будут поставлены под сомнение достоверность выдаваемой документации председателями правления, что приведет к приостановке принимаемых решений, заявил Альвердиев. Кроме того, глава Каспийска также обратился к жителям и председателям СНТ с просьбой улучшить состояние района. Ну создайте себе какой-то там или рядом с правлением где-то какой-то кусочек культуры. А остановочные пункты мы хотим развивать внутреннюю сеть, но маршрутчики туда не едут. Там невозможно разъехаться двумя автомобилями, там невозможно остановиться. А это испытывает трудности населения. В ходе совещания представители госструктур также доложили о положении незарегистрированных домовладениях в СНТ. Заместитель главы Каспийска Руслан Учакаев обратился к председателям товарища с просьбой проинформировать граждан о незамедлительной регистрации своей недвижимости. Если все они поставят на учет свой дом, да и будет установлен порядок налогов и платить, соответственно, тут уже муниципалитет и может рассматривать развитие этого СНТ, начиная от дорог, освещения и так далее, способствовать этому именно. Поэтому вы у себя работу сейчас эту начинаете, призывайте людей, пока добровольно работаете с ними, чтобы они регистрировали, вставали на учет. Отметим, что приняли участие в заседании также заместитель главы Каспийска Арсен Шерифов, заместитель начальника финансового управления Камиль Мамаев, жители СНТ и представители ресурсоснабжающих организаций города.